Добрый день. Транспортная инспекция где-то. Вонтаж есть у вас? Честно говоря, не знаю. Вонтаж есть? А? Вонтаж есть? Не знаю, говорю. Вы как не знаете? Вы перевозите и не знаете? Ну я взял машину у матери у своей, а грузила она туда что-то или нет, я честно говоря, не знаю. Документы есть на транспортное заседание? Есть. Подъявите, пожалуйста. Зачем? Для переверки. Ну, в связи с чем переверять их? Ну, есть у вас 200 целей документов? Нет, ну есть. В принципе, да, я думаю... Подожди, а вопрос, а я каждому встречному их должен предъявить? Чему это каждому? Ни, ни каждому встречному. А кому? На вимогу працівника. Я являюсь працівником Мукертрансинспекции. А что это такое? Ну, если вы не знаете, то я вам расскажу. Я сейчас заглушу машину, будет дуже интересно. Дуже интересно. Я сейчас чуть-чуть подровняю, чтобы жопа не торчала там. Где монтажи у вас? Вонтажи у вас? Не знаю. Сейчас я в сторону встану поговорим насчет монтажа. Звучит. Ну, все. Звучит. Я сейчас встану поговорим. Вон, что вы прошли. Нам не думали было то, что. А сейчас мы снимали. Добрый день. Есть фантажа вообще? Я же молодой человек ко мне уже подходил, я ему уже отвечал на этот вопрос. Ну я вас спросил, я не слышал. Ну откуда я знаю? Во-первых, вы подошли, я даже не знаю, кто вы такой. Я же не стал. Укртрансинспекция. А когда вы представляете? Я же писал, державный инспектор учет. Вот пожалуйста. Я извиняюсь. Как вас по именю учебу? Алексей Иванович. Алексей Иванович. А что это такое державная? Укртрансинспекция. Укртрансинспекция. Вы не знаете? Не знаю. Нужно научиться еще выговорить. Укртрансинспекция. Это структура, которая занимается чином. Беспосередньо инспекцией. В данном случае, подивиться, есть у вас первокажение, или нет. Если нет, какие-то вопросы. Укртрансинспекция. А чего только вы ограничиваетесь именно подивиться перевантажение? У меня могут быть другие проблемы. Вы по-русски говорите, да? Мы вопрос задали конкретно. Чего так ограничиваетесь именно взвешивание? Мы сейчас работаем в своем комплексе. Ну, например, туберкулез. Вы не выявляете? Например, не могу я у вас флюорографию сделать? Нет. К сожалению, не предусмотрено. Если было предусмотрено, мы вам предложили. Ясно. Анализы на ВИЧ-инспекцию. Вы тоже, естественно. Это не ваши. Как вам обращаться? Роман, мне зовут Валерич. Можно Роман просто? Ну, мне, значит, можно просто Алексей. Роман, если вы будете на ВИЧ-инспекцию заезжать, не будете, просто ответьте на конкретные вопросы. Да, не вопрос. Я могу наехать и на ВИЧ-инспекцию. Я конкретно спрашиваю, конкретно. Мне интересно, вас как зовут, молодой человек? Владимир. Владимир. Вот мне интересно, где мне найти эту трансинспекцию, чтобы посчитать, как она должна выглядеть, например. Как она от кого-то должна отличаться, например. И как я на нее... Подождите секунду. И как я на нее вообще должен реагировать? То есть, где прописано, что, например, есть инспектор трансинспекции. Где мне найти о вас информацию? Понимаете? Я к чему это спрошу? Сейчас вот, например, там повылазила куча в связи с сезоном Крыма. Повылазила экотранспортная инспекция. Там свинотранспортная инспекция. Там сифилисотранспортная инспекция. И каждый, понимаете, ищет что-то непонятно что. Вы смотрите, Роман Витальевич. Роман Валерьевич, ну просто Роман, да. Мы спросили конкретно, что нас интересует. Да, сейчас ситуация, когда мы проводим рейдовую проверку. Если у вас есть какие-то перегрузы или нет, то просто... Да нет, Володя спрашивает, типа, вы груженые, я даже не знаю. Груженые... Честно говоря... Вы можете не отвечать на эти вопросы, если вам так удобно. Нормальный вопрос, стандартный. Понимаете? Есть груз, нет. Если нет груза, честные пути, до свидания. Так не знаю, откровенно говоря, я не знаю. Может быть и груженая машина... Вам не трудно проехать через веса? Да не трудно. С какой скоростью вам пролететь? Ну сейчас он вам поможет, получается. Ну... Мне еще, знаете, что интересно? А надо пройти инструктаж. Например, работник же... Из чего? Ну, инструктаж. Ну, вы говорите, пройти там, например, или проехать по такой-то... Нет, он вам просто будет показывать. Нет, подождите, подождите. Это же, я так подозреваю, сооружение какое-то там или новый прибор. Откуда вы знаете, что я владею навыками проезда по этому сооружению? Ну, мы так думаем у каждого уже. Вы же поймите правильно. Ну, так... Если у вас есть какие-то вопросы, с какой скоростью ехать, я вам отвечу на это. Не, ну при чем скорость? Вот вы поймите... Секундочку. Я почему спрашиваю, смотрите. Я, когда проходил курсы вождения там, на определенную категорию, ну, мы там заезжали на эстакаду, заезжали, движение задним ходом там, учили там разворотом и так далее. Но я не учил вот эту вот, например, технику там безопасности по наезду на вот эти вот препятствия, которые... Вот каким образом мне пройти вот эту... Как сказать... Если вам интересно, может пройти... А есть у вас инженер по технике безопасности? Прямо здесь? Ну да. А кто мне сейчас вот проинструктирует по этой теме? Сейчас я запрещу, если захотят проинструктировать. Ну, а сколько это... А сколько времени это может занять? Ну, я не знаю. Если бы я инструктировал... Тогда, знаете что, ответьте мне на последний вопрос. Где найти о вас хотя бы информацию? Есть официальный сайт. Как называется? Министерство инфраструктуры Украины. Так и называется? Есть министерство. Мы Министерство инфраструктуры Украины. Есть подразделение Укртрансинспекция. Можете записать себе. Ну, не, вы... Я потом прощу. Вы зайдете на официальный сайт и там все будет расписано. Все абсолютно. То есть это же государственная структура. Это не экологи. А вы мне так коротко объясните. То есть на знак жезла, вот Володя мне на знак это, я обязательно должен остановиться? Ну, есть постанова номер 421. Это вы уже без гаишников работаете? Есть и с ваговым корпусом. Там все предусмотрено. Можете тоже зайти на сайт. То есть гаишники уже к вам особо... Вы сами работаете без гаишников. Ваговый контроль. Мы заразы. Знаете, еще один момент. А... Я понял. Я чего хочу спросить. Смотрите. Вы установили этот комплекс. А я, например, подозреваю, что возможно, что он чуть-чуть неправильно там стоит косо там, искосо там и так далее. Или, например, не в том месте. Нет, смотрите. Я понял. Смотрите. У меня возникли подозрения. Да. Я могу к вам обратиться и сказать, давайте проверим, согласно каких-то приборов вы стоите там. Да. Ну, смотрите. Я вопрос понял. Роман, я вопрос понял. Значит, смотрите. Перед тем, как где-либо устанавливать комплекс, складывается графика. Соответствующая. Соответствующая делянка дороги по-украински. Угу. То есть нельзя его поставить где-то в поле там. Ну, где... Я вам просто говорю, послушайте. Я вам просто говорю, послушайте. 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 Вы сейчас будете больше отвечать, чем я вас просил. Я вам показываю. Перед тем, как сделать этот график, выезжает комиссия. Угу. И, скажем так, определяет площадки, на которых можно, соответственно, проводить круговый контроль. Угу. Теперь задавайте вопрос. Я думаю... Ну, нет. Смотрите. Значит, прежде чем установить, вот, у вас, вы, там, например, у вас заложено там, в этот, определенные стандарты. Например, там, уровень, там, должен быть какой-то погрешности и так далее. Совершенно верно. Вот мне интересно, как я могу убедиться, что они, например, горизонтально лежат и соответствуют там, правилам, нормам их установки или стандартам, чем вы руководствуете? Вот смотрите, с нами работают... Не, ну, не, ну, именно коротко. Не расписывайте, что у вас все документы есть, коротко ответили. Как я могу убедиться? Перед этим, перед этим люди приезжали, выезжали. Не, ну, смотрите. И это все, как бы, замеряли. А прямо сейчас... Как я лично могу убедиться, что они сейчас это правильно И это есть график затвержденный, затвержденный. Укртрансинспекции, соответственно, дорожная служба, он у нас есть на этой делянке дороги. Не, ну, как я вот, смотрите, ровность... Мы бросили их там, я еще раз повторяю, мы их не бросили в яме. Ну, то есть, куда-то сдвинули в непонятном направлении. Вы видите, что дорога ровная в плане, правильно? Не, как я ее не вижу? Я не вижу, но погрешность... Погрешность есть, погрешность на весах всегда есть. Ну, так какая она, какой уклон должен пойти? Там все расписано. Там это где? В регламенте. Вот, вот почему я хотел... Вопрос такой, а как вы горизонтальность определяете и чем? Я вам еще раз объясняю. Когда проводились соответствующие площадки, ну, места для их установления, выезжала комиссия с этими всеми приборами. Соответственно, на основании этих, они говорят, это нормальная площадка. Я понял. А вы когда-нибудь на рынке ходили, ну, покупали там яблоки, груши на рынке? К чему идут? К чему идут? Видели там, когда весы устанавливают, там есть уровень такой, глазочек типа, и не обязательно иметь ровный стол или там ровную площадку или разрешение на эту площадку. Достаточно просто подойти и убедиться, что уровень находится, сам этот, воздушный шарик находится в центре. Почему я спрашиваю, каким уровнем вы здесь должны устанавливать? Не можно просто так вот подойти и кинуть эти веса, не установив их по уровню, правильно? Нет, я вас понимаю. Я понимаю, что вы, Роман меня зовут, Валерий. Ну, просто Роман. Мне вот просто интересно, вы нам задаете вопросы, мы уже, наверное, на определенное количество ответили, да? Вы вот это снимаете. Мне интересно, с какой целью? Для домашнего видео вам интересно? Ну, нет, ну, мне просто будет интересно, как бы. У меня есть, откровенно говоря, есть свой канал автомобильный, посвященный гаишникам, транспортникам, ну и всем тем, которые питаются с дороги. Люди, вот я с вами, я вам не грубил, ни вас не оскорблял, ни одного грубого слова в вашу сторону не было. Я единственное, что с вас хочу вытянуть информацию, которую потом в последующем выложить на канале, и чтобы другие водители, дальнебойщики, например, знали, как пользоваться этими весами, как останавливаться, что требовать и так далее. Вот я и задал вопрос, вот примитивно, даже натолкнул на мысль, говорю, весы, которые на рынке, там есть шарик, там уровень. Если, например, подошел и чувствует, что меня хотят обвесить, я говорю, покажите мне этот шарик и смотрю на них. Так же самое здесь, они красиво лежат, например, да, мне нравится разметка тут, которая есть, она визуально нравится, но я не уверен, что они в уровне стоят. Вот где тот уровень, которым вы устанавливали его? Я же вам объясняю, мы работаем с представителями обл. автодора, да. Да, они устанавливали его? Они их устанавливали. Если вы хотите узнать все точные технические регламенты, то есть по каким они точно выставляют вот это все, вы можете пройти. Подождите, ну они выставили, хорошо выставили, ну вот я приехал, в техническом регламенте, по-моему, даже есть строка указывающая, что есть ли водитель, что-то есть, какие-то подозрения, значит он с кем делает это, с начальником данного поста, да, приходит, убеждает его, показывает. Вот я хочу убедиться, вот дайте мне уровень, у меня есть там 10 минут, я хочу сейчас уровнем пройтись и посмотреть, насколько они горизонтально там или вертикально правильно стоят. Есть у вас этот прибор на данный момент? Ну смотрите, в Укртрансиспекте, еще раз подчеркиваю, его нет физически. Можно я сейчас пойду спрошу у ребят, или есть или нет? Хорошо. Ну подождите, ну тогда коротко, честно говоря, я хочу убедиться, вы же мне не даете возможности убедиться в этом, то есть у вас на данный момент даже этого уровня нет, правильно? У меня лично нет, еще раз подчеркиваю. Либо у человека, который отвечает за правильное судно. Ну так мне надо сходить и спросить, а вы не даете сходить и спросить? Так, а его то скорее всего и на месте нету, правильно? Я не могу отвечать за кого-то. Я могу отвечать за себя. Получается, вы не укомплектованы штатом, правильно? Подождите, вы не назовете наше судно, я конкретно назову. Я сейчас подойду к ребятам и спрошу. Ну только если, чтобы не на час это затянуло. Володь, а этот, регламент гласит же, что там есть статья такая, что типа водитель хочет убедиться, а вы обязаны его убедить. Вот например, я вышел с вами и говорю, я хочу убедиться. Есть такая статья или нет? Я понял суть ваша. Ну коротко ответьте, либо она есть, либо ее нет. За технические регламенты установки комплекса я не знаю. Не, не установки. Предусмотрено, водитель не уверен, что они правильно установлены. Согласно нормативным документам, которым работает Укрит РАДСИТ СПЕКС? Согласно регламентам. Есть там такая статья в регламенте? Я же вам говорю, по поводу регламента я вам не скажу. Почему? Потому что, что касается нашей работы, в принципе, она не касается установки, но этим занимаются вот они. И они точно знают о них. Они это еще раз кто? Представители облафтодора. Дорожная служба облафтодора. Да, 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 они. То есть, наша прямая задача это останавливать транспортные средства, проверять наличность документов разрешительных, в том числе и товаро-транспортных накладных и все остальное. А это согласно какого закона вы уже вот у меня требуете именно эти документы? Разрешительные. Что значит разрешительные? Водительская это разрешающий документ? Водительская вам надо или? Ну конечно. Водительское удостоверение, арестрационные документы на транспортные средства и документы на груз. Так вы говорите разрешительные. Я думал, может быть, если у меня, например, не габарит, тогда я беру разрешение. Так, Роман, я объединяюсь в дискуссию и перебиваю. У них не сказать, что регламент при себе иметь уровень сейчас, на данный момент, не предусмотрен. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо. Я конечно извиняюсь, нам надо идти работать. Ну подождите. Ну последний ответ. Роман, я при всем уже не к вам. У нас есть своя работа. Ну ладно, я вам задаю последний вопрос и обещаю, что я сразу от вас отстаю. Потому что да, вы приезжаете или как бы, то есть как мы с вами... Нет, я приеду не вопрос, но просто я законно хотел это... Роман, честно. Последний вопрос. По поводу в регламенте, есть такое понятие, либо статья, либо строчка указывающая, коротко разговариваю, что если водитель не уверен в чем-то, например, в правильности установки... Может заезжать? Нет, нет, нет. Обязан ли сотрудник, я не знаю чего там, транспортной инспекции облдавдора, водителю это все объяснить и доказать. То есть не просто на словах, там, например, взять линейку, взять уровень, там взять... Опять сломанный телефон. И вот вы сейчас вопрос задаете... Нет, ну в самом регламенте есть она эта штука прописана? Вопрос какого характера? Или есть в регламенте прописано то, что водитель... Нет, водители обязаны это сделать. То есть не просто навешать лапши и сказать, что у нас есть документы разрешающие и все, и ты им верь. А я, например, не согласен, например, с расположением горизонтальности. Вы взяли, например, да не вопрос, вот у нас есть уровень сертифицированный. Сейчас мы уровень кладем, смотрите сами, не уверены. Я вам сразу скажу, в регламенте, если нет уровня, не предусмотрено, значит, дальнейшие какие-то разговоры нет смысла. У них сейчас на этот момент нет уровня. Нет уровня. Я ответил на вас. Ну, понял. Вы извините за беспокойство, я сейчас проеду. Не-не-не, все, я извиняюсь, приятно было с вами пообщаться. С хорошего дня. Я вас же не оскорбил же, правильно? Я просто у вас взял информацию. Я с вами тоже нормально. Да, я доволен полностью, если что вы мне рассказали. Извините, нам надо работать. Хорошо. Я проеду, если честно говоря, отдайте мне чек. Я проеду, мне тоже интересно взвесить автомобиль. Ну хорошо, подойдете. Отдадите чек. Вам подойти? Или вы подойдете? Нет, я проеду, а вы просто мне чек отдадите. Догрелись. Все хорошо. Спасибо. Всего доброго. Такая, если не секрет, канал или как вы говорите? Я вам сейчас оставлю, нет, я вам сейчас оставлю координаты. Дайте мне маленький кусочек бумаги там, типа квадратик. Я вам напишу, посмотрите. Ничего оскорбительного там не было, поверьте. Вежливо общаться. Вежливо. Я согласен. Согласен. Как оно все происходит? Для вас, в принципе, тоже доступно. Без проблем. У меня к вам никаких претензий абсолютно нет. Короче говоря, по просьбе, ну как бы он не наставил, я сам прошу. Сейчас мне интересно, что он принесет за квитанцию.